Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. На улице жуткие холода, так что самое время посмотреть Дройдершоу. Самое интересное о гаджетах, интернете и технологиях за неделю. Помните этот кусок пластмассы? Вот такой. Ну это пока прототип, прототип. В далеком 2010 году руководитель Росттехнологий Сергей Викторович Чемизов обещал тогдашнему президенту выпустить так называемый русский айфон. И к середине 2011 года его уже обещали начать продавать, но что-то случилось и продавать его начнут в 2013 году, я надеюсь. Тем не менее, на прошедшей неделе Yota Phone все-таки показали журналистам. Итак, о самом смартфоне известно, что у него будет 12-мегапиксельная камера, экран 4,3 дюйма, конечно поддержка LTE, Yota все-таки и некий процессор от компании Qualcomm. И да, работает все это на андроиде. А главной фишкой станет второй дисплей, который расположили на задней стороне корпуса и который выполнен по технологии электронных чернил E-Ink. Причем это явно такая фишка, которая сделана ради фишки. Ну типа сидят такие ребята в Yota или в Росттехнологиях и думают. А чего бы нам такого сделать, чтобы было очень необычно? Может быть 6 камер или аккумулятор на биотопливе? Или, ну ладно, давайте два дисплея. Ну то есть по задумке на второй экран можно выводить книги, смс-ки, там какие-нибудь электронные билеты. И в теории это может быть удобно, потому что E-Ink в дисплее потребляют категорически мало энергии. А еще можно использовать его в декоративных целях. Ну там всяких котиков, сердечки рисовать. В общем штука получается достаточно непонятная, но за смелость пятерочка. Ожидается, что стоить этот гаджет будет порядка 20 тысяч рублей. И на данном этапе, пока о нем практически ничего не известно, также неизвестно, насколько адекватна будет такая стоимость. Официальная презентация состоится через пару месяцев на выставке МВЦ в Барселоне. Вот тогда и будет понятно, что эта игрушка из себя представляет. Ну а пока скажем спасибо Сергею Чемизу за почти выполненное обещание. Через неделю после запуска в России музыкального iTunes'а свой ответ сделало и местное представительство Google. В магазине Google Play появились разделы с книжками и фильмами. Музыки пока нет, но через какое-то время она появится. Кино стоит как у Apple? Около 200 рублей, а книги в 2-3 раза дешевле бумажных аналогов. Правда литературы в магазине не очень много. Прочить большой и даже средний успех всей этой предновогодней движухи я бы не стал. Учитывая то, что для андроида есть большое количество превосходных торрент-клиентов, которые по своему удобству, в общем-то, не сильно уступают Google Play. И по большому счету, что запуск iTunes'а, что гуглового магазина, это некий жест уважения золотому миллиону жителей России. И будет очень хорошо, если Apple удастся продажами в iTunes'е отбить хотя бы выступление певицы Ёлки на презентации самого iTunes'а. Все-таки новогодний сезон, ценник должен быть ого-го. А на презентации Google вообще никто не пел, ну, в общем, вы поняли. Дорогие зрители, если вы внимательно следите за каналом Дроидера, кстати, вот тут можно подписаться, если что, то наверняка знаете, что на прошедшей неделе наша команда ездила в Китай на презентацию компании Oppo, где был показан смартфон Find 5. Это гаджет с 5-дюймовым экраном и Full HD разрешением 1920 на 1080 пикселей, 4-х ядерным процессором и 13-мегапиксельной камерой, которая снимает видео в формате 120 кадров в секунду. Экран действительно очень четкий, его PPI 441, больше, чем у Retina. Несмотря на это, каких-либо лагов за время знакомства обнаружено не было, все очень шустренько. Сама презентация проходила на территории квартала 798 в Пекине. Это арт-зона вроде нашего виндзавода или ArtPlay. Мне понравилось, как выступал глава компании, которого русскоязычные сотрудники по-домашнему называют Петя. Он говорил о себя и незаученную наизусть речь, как это часто бывает с азиатскими презентациями. В зале собралось 3-4 сотни журналистов, в основном китайских. Дело в том, что на самом деле в Китае очень много хороших производителей смартфонов, и все они достаточно популярны, но только внутри страны. И вот Россия — это первая страна, не Китай, в которой можно будет найти Find 5. Каламбурчик. Он появится на нашем рынке весной и будет стоить около 18 тысяч рублей. Ну а с первыми впечатлениями относительно этой новинки можете ознакомиться вот тут, по ссылке. Начнем с веселого гаджета, собранного из конструктора Лего. Встречайте, сортировщик M&M's. Устройство выполняет очень простую задачу. Раскладывает M&M's ины по цветам. Для этого оно использует специальный сенсор. Конфеткам каждого цвета присвоен специальный желобок. Вы просто засыпаете вкусняшки и ждете, пока машина аккуратно их распределит. Хотя девайс работает быстро и эффектно, функциональное назначение его остается под вопросом. Ну а японцы продвинулись еще на один шаг в производстве киборгов. Команда инженеров из Токио представила на выставке Humanoid 2012 безголового киборга Кеширо. Главное его отличие от других японских игрушек это наличие искусственных мускул и человека подобного скелета. У робота 150 мышц, по 25 ногах, 7,6 в туловище, 22 в шейном отделе и по 12 в верхних конечностях. Все это позволяет с высокой точностью повторять движение человеческого тела. Так что не пугайтесь, если через пару годиков к вам в дверь постучится вот такой вот всадник без головы. Другой гаджет смастерили повстанцы из Сирии. Ржавый броневик с веб-камерами и здоровенной пушкой. В броневичке нет ни одного окна и вся навигация осуществляется по камерам, изображения из которых транслируются на экран в кабине. А механизированная турель вообще управляется джойстиком от PlayStation, поэтому точность наведения остается под вопросом. Ездит броневичок неплохо, но вот орудия в действии в ролике так и не показали. Ребята из Сирии никак не прокомментировали планы о массовом производстве. Интересно, как бы к такому гаджету отнеслись на сайте стартапов Kickstarter. А вот изобретатели из Канады уже собрали нужное количество средств для производства ободка Muse для управления смартфоном силой мысли. Стильный ободок надевается на голову и улавливает мозговые импульсы, а затем отправляет их по Bluetooth на смартфон. Пока что устройство может определять только когда вы сконцентрировано думаете или не думаете совсем. Создатели обещают специальные приложения, с помощью которых можно будет оттачивать остроту ума и тренировать память. Они предполагают, что пользователи будут носить гаджет постоянно, а новые возможности добавят уже сторонние разработчики. В России начались продажи пятого айфона, айпэда мини и еще четвертого айпэда, ну который на самом деле айпэд с экраном ретина. В мобильном твиттере для андроида появились фильтры для фотографий. И снова слухи о телевизоре от Apple. На этот раз Wall Street Journal пишет, что вовсю идут работы над прототипом. В течение суток в Google Play можно было скачать приложение, которое вскрывало учетки от Сбербанк онлайн. Apple проиграла патентный суд, компании, которые владеют Sony и Nokia. Подписывайтесь на наш канал вот по этой кнопке, еще смотрите нас в программе «Цифры» на канале Москва24. С вами были Валерий Истышев и Борис Виленский. И обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылка прямо под видео. До встречи в будущем! Спасибо, Сергей Викторович. Помните этот па-па-па!